МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Все познается в сравнении. И здравоохранение тому примеру. Еще 6-7 лет назад, что скрывать медицина, страны была в плачевном состоянии. Что говорить о зданиях, условиях, медицинском оборудовании или кадрах вопросов? Ведь тогда пациенты даже обычные расходные материалы и лекарства приносили из дома. Более того, люди в белых халатах были заняты на хлопковых полях и обязательных работах. Понятие достоинства человека и честь врача были отодвинуты на второй план. Очереди в больницах, поиск медикаментов по рецепту врача были чем-то обыденным. Можно ли было сохранить здоровье нации с такой медициной? Поэтому с первых дней вступление в должность президент Шавкат Мерзиёев поставил здоровье народу на первое место. Был определён чёткий вектор реформ. В результате на наших глазах служба здоровья поэтапно начала модернизироваться. За последние 7 лет ежегодно открываются как минимум по одному современнейшему медицинскому центру с полноценными условиями. Первичное звено здравоохранения стало ближе к народу. Самые сложные операции, которые раньше были невозможны в Узбекистане, теперь проводятся не только в Ташкенте, но и в областных или районных центрах. Отныне нет необходимости собирать и ехать с огромными средствами за рубеж. По инициативе Шавката Мерзиёева многие талантливые и опытные врачи, работающие за границей, вернулись на родину. Зарплаты сотрудников сферы были увеличены. Словом, маховик реформ был раскручен на все сто. И сегодня эта работа не останавливается ни на минуту. Ярчайший пример тому коренная модернизация по инициативе лидера страны онкологической службы. 14 мая 2021-го президент Шавкат Мерзиёев побывал в республиканских центрах гематологии и онкологии и провел видеоселекторное совещание по совершенствованию системы. Посетил территорию Ташкентской медицинской академии, где осмотрел место для строительства нового здания онкологического центра. Были даны указания построить новый объект на основе самого передового опыта и проекта Южной Кореи. Вскоре было принято постановление президента о дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг. Глава государства под личным контролем держал ход строительства данного медицинского учреждения. Давал необходимые рекомендации в ходе презентации. А 17 июня 2022-го Шавкят Мерзиёев ознакомился с деятельностью Республиканского центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии в Ташкенте, который был реорганизован по его поручению и лично оценил созданные здесь условия. Искренняя беседа с детьми и их родителями вселила надежду, что любой недуг при поддержке государства будет преодолен. Все это время работа шла в режиме нон-стоп. И вот результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Уникальный проект, начатый три года назад, направленный на возвеличивание человеческого достоинства, отныне будет приносить реальную отдачу, реальную помощь людям. Этот адрес сегодня, в канун самого светлого и дорогого праздника Дня Независимости, посетил лидер страны. В беседе с представителями общественности президент Республики Узбекистан отметил, построив этот центр, отпала необходимость простым людям продавать свое имущество, брать в долг и ехать за рубеж в страны Азии и Европы для лечения сложных заболеваний. На современном этапе подчеркнул, глава государства мы должны уделить особое внимание знаниям медиков, чтобы самое современное оборудование, установленное здесь, давало высочайший КПД, чтобы полностью был задействован его потенциал, чтобы медики могли правильно расшифровывать данные, а значит ставить диагноз и эффективно лечить заболевание. Этот адрес отныне визитная карточка медицины Нового Узбекистана. Здесь созданы безупречные условия. Все оборудование было доставлено из-за рубежа, а некоторые уникальные приборы есть только в США и Канаде, а теперь в Узбекистане. Уникальность этого комплекса заключается в том, что современное медицинское оборудование широко использует возможности искусственного интеллекта. Благодарна в первую очередь президенту. Такое ощущение, как будто ты попал в замечательную международную клинику, в которой можно выполнить много дел. Самое главное, есть возможность пациентам, не выезжая за границу, выполнять здесь все лечебные мероприятия диагностические. Вот когда проходишь по всем этажам и видишь все то оборудование, которое мы получили, очень многое оборудование, которое действительно было только в мечтах. Это самое передовое оборудование, которое есть вообще в мире. И с таким объемом большим мы сможем принять большое количество пациентов. И не означает, что мы сможем здесь лечить только онкологических больных. Потому что здесь столько много можно сделать. Одна только сосудистая хирургия, когда поднимешься на второй этаж, это операционная. Это пластика сосудов, это восстановительные пластические операции, это лапароскопическая хирургия. Изображением 4К это когда хирург видит более чем доступно его глазу. Это же так радует. Это прям мечта. Я хочу выразить благодарность президента Узбекистана за возможность работать в таком современном центре, оборудованном по последнему слову медицинской технике. Создание такого учреждения это большой плюс для жителей. Так как сейчас основной акцент ставится на раннее выявление онкологических заболеваний. После диагностики мы можем проводить органы, сохраняющие операции, и оказывать пациентам свою временную помощь. Согласно данным, в мире ежегодно выявляется 16 миллионов онкологических больных. В нашей стране за такой же период регистрируется более 22 тысяч. Как известно, такие заболевания лечить сложно и дорого. Не каждому это по карману. В такие моменты помощь государству становится необходимой, как воздух и вода. И президент обозначил конкретные пути решения этой социальной задачи. Новый медицинский комплекс будет на все 100, ориентирован на интересы людей. Самое ценное – их здоровье. Обратите внимание на цифры. До сегодняшнего дня в нашей стране проведено скрининговое обследование рака молочной железы у более чем 1700 женщин. И скрининг обследования рака шейки матки у более чем 1 миллиона 100 тысяч женщин. У более чем 80% выявленных больных заболевания были обнаружены на ранних стадиях. И благодаря лечению они полностью выздоравливают. Это наглядный пример, почему так важно раннее диагностирование заболеваний. В нашей стране маммографический скрининг начался с 2021 года, когда у нас прошел пилотный проект Бухарской области. Были оснащены все районы Бухарской области современным цифровым маммографическим оборудованием, которое интегрировано в информационную систему. Самым главным моментом в нашем маммографическом скрининге, самым главным компонентом, это является такая современная диагностическая технология, как удаленное, централизованное чтение маммограмм. Это дает точность и скорость диагностики. Это дает возможность контролировать качество исследований и проводить обучение персонала, а также научную работу. Перед вами карта, на которой вы видите, где располагаются наши мобильные маммографические кабинеты. С помощью этой системы мы можем определять локацию кабинета, его маршрут, скорость движения. Мы можем увидеть количество исследований, которое было проведено в определенный период времени. Хочу выразить огромную благодарность президенту за то, что нам, врачам, предоставляется возможность повысить квалификацию в самых современных клиниках таких зарубежных стран, как Россия, Индия, Турция. В 2021 году я побывала в клинике Анадолу в Турции, была поражена условиями, созданными в ней. А сегодня я счастлива, что центр намного современнее и больше открылся у нас в Узбекистане. Здесь созданы все возможности, как для врачей, так и для пациентов. Буквально 6-7 лет назад, чтобы провести ряд исследований, таких как иммуногистохимические или ПЭТ-исследования, нужно было выезжать за границу. А сегодня все современные и эффективные методы диагностики онкологических заболеваний внедряются у нас в Узбекистане. Не могу описать словами ту радость и гордость, которую я испытываю, находясь в этом современном центре. Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность нашему президенту от имени врачей и пациентов. Да, в стране и раньше был специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии. Причем перегруженный. Но он не соответствовал современным требованиям. Едва войдя на территорию этого центра, можно было столкнуться с угнетающими картинами, которые скорее ухудшали самочувствие пациента, чем улучшали его. Условия внутри больницы также оставляли желать лучшего. Да, были попытки приобрести некоторое оборудование, но само здание создавало неудобства для пациентов. Поликлиника, хирургические столы все нуждалось в обновлении и улучшении. Условия для родственников пациентов вовсе не учитывались. Теперь это все в прошлом. А все потому, что президент взял на себя контроль всех этапов. От выбора участка для здания до поставки самого современного оборудования. От повышения квалификации врачей за границей до их трудоустройства. Каждая деталь в комплексе направлена на то, чтобы пациенты чувствовали себя лучше. Все. От коридоров до кроватей, от процедурных до ванных комнат, от лифтов до пандусов для людей с ограниченными возможностями досконально продумано. И с максимальным функционалом. В этом суперсовременном онкологическом центре могут лечиться теперь 650 стационарных больных, 80 дневных и 500 амбулаторных пациентов. Он полностью соответствует всем существующим в мире стандартам. Архитектура и оборудование, повторимся, были выбраны с ювелирной точностью. Для диагностики, лечения и работы медицинского персонала учтены все удобства. То, что такой огромный современный центр был построен в максимально сжатые сроки, свидетельствует о том, что глава государства рассматривал это как вопрос жизни и смерти. С полной самоотдачей взявшись за этот проект добра. Когда я впервые зашел в этот новый центр, я был поражен тем, что увидел своими глазами, о чем даже мечтать не мог лет 15 назад. Первая моя зарубежная поездка состоялась в 2007-м в Швейцарию. И тогда я подумал, что у нас такое будет, когда я, наверное, выйду на пенсию. А смотрите, за последние годы совершен мощный рывок. Таких центров, могу с уверенностью сказать, в Центральной Азии нет. Я был в лучших клиниках лучевой диагностики, МСКТ. И могу с уверенностью сказать, наш центр им ни в чем не уступает. Он суперсовременный. А главное, строился и оснащался целенаправленно. Новый центр, напомним, был построен по проекту стоимостью более 1 триллиона 173 миллиардов сумм. И оснащен самым современным медицинским оборудованием на 80 миллионов долларов. Это три линейных ускорителя, 5 брахитерапевтических установок, 12 рентгенотерапевтических устройств, 7 МРТ, 6 МСКТ, 3 ангиографических системы, 17 стационарных цифровых рентгеновских установок, 21 мобильный рентген с С-дугой и 1 ПЭТ-КТ. И большинство этого оборудования, повторимся, работает на основе искусственного интеллекта. То есть без участия человека. Для лечения опухолей головы и шеи на ранних этапах государством был приобретен суперсовременный хирургический лазер. В чем его преимущество? Раньше нам приходилось разрезать горло, устанавливать трубки, а теперь все оперативное вмешательство осуществляется через дыхательные пути и с помощью лазера удаляется новообразование. В итоге, если раньше больной вынужден был лежать на койке 16-20 дней, теперь срок сократился и заживление идет очень быстро. Такой аппарат во время стажировки мы видели только в США. Это самое высокотехнологичное оборудование, самой последней модели. Все это для людей. И стало это возможным благодаря личному вниманию президента. А мы находимся около самой последней модификации магнитно-резонансного томографа. Таких МРТ единицы в мире. Он позволяет диагностировать целый ряд опухолей, причем новообразование очень маленьких размеров. Такие аппараты для онкологической службы были только мечтой. Раньше для обследования нам приходилось отправлять пациентов в другие клиники. Теперь мы сами можем очень оперативно и качественно ставить диагноз, а значит заботиться о здоровье людей. И потому этот центр без преувеличения можно назвать фантастическим. Это центр самых высоких мировых стандартов. Мы находимся в эндоскопическом отделении нового центра. Это оборудование единственное в Узбекистане подобного класса. Оно позволяет проводить ультразвуковую эндоскопическую диагностику труднодоступных органов, легких, трахеи, бронхов, лимфоузлов. Брать необходимый анализ. Эту технологию мы впервые внедряем в Узбекистане. На процедуру без больших оперативных мешательств уходит всего лишь день. Сбылась наша мечта. И за это, конечно же, спасибо главе государства. В виде, какое оборудование, отвечающее мировым стандартам, установлено в нашем центре, трудно скрыть слова радости, эмоции. Это мечта хирурга. К примеру, это оборудование Олимпус 4К позволяет видеть картинку в мельчайших деталях и проводить малоэмазивные операции, лапароскопические операции, позволяющие удалять новообразование, не нанося вред окружающим тканям. У нас установлен самый современный хирургический микроскоп, позволяющий удалять опухоли в головном мозге и кровеносных сосудах. Увеличивать объект в десятки, сотни раз. Еще несколько лет назад мы об этом даже мечтать не могли. Этот огромный комплекс, расположенный на площади в 5,3 гектара, только представьте, включает 17 новых клинических отделений, 18 операционных залов, реанимационные и палатные интенсивные терапии, центр ядерной медицины с 9 бункерами и амбулаторное отделение химиотерапии, рассчитанные на 70 пациентов. Они построены в соответствии с европейскими и американскими стандартами. Центр будет подключен к филиалам через электронную информационную систему на единой платформе. А в республике будет запущена система «Канцер-регистр». Это позволит создать базу данных в режиме реального времени обо всех онкологических пациентах, находящихся под наблюдением. Этот центр не просто медицинский комплекс, а место, которое будет способствовать развитию науки. Здесь будут внедряться новые методы лечения, основанные на ядерной медицине. Персонализированная таргетная и иммунотерапия. Малоинвазивные гибридные хирургические операции. Ранее диагностика опасных опухолей с использованием высокотехнологичных методов. Таких как ОСНА, НГС и Реал-Тайм ПЦР. А также раннее прогнозирование рецидивов и метастаз. Будучи молодыми врачами, когда мы проходили стажировку за рубежом и видели, какая там имеется материально-техническая база, нам хотелось, чтобы и у нас в стране появились центры с передовым оборудованием. Мы мечтали о том, чтобы и наше население могло получить полную и качественную медицинскую помощь. Теперь у нас есть такая возможность, и за это мы благодарны президенту страны. Благодаря тому, что страна стремительно меняется, а президент инициирует реформы в медицине, у нас появились линейные ускорители. Они установлены не только в нашем центре, но и во всех наших филиалах. Ранее таких аппаратов для лучевой терапии в республике было немного, и пациенты были вынуждены ждать процедуры до полугода. Теперь таких проблем нет. С улучшением материально-технической базы мы начали применять новые современные методы лечения, основанные на мировых стандартах. В сфере здравоохранения сейчас происходят значительные преобразования. Не секрет, что среди онкологических заболеваний, среди женщин на первом месте чаще всего встречается рак молочной железы. Для раннего выявления и эффективного лечения данного заболевания создаются необходимые условия. Если раньше в центре был только один кабинет гинеколога, то сейчас их уже пять. Мы широко применяем метод кальпоскопии. Теперь женщины могут не только получить качественную диагностику, но и лечение в случае обнаружения предраковых заболеваний или рака на начальной стадии. Мы очень благодарны президенту за создание таких возможностей. Для того, чтобы реализовать свои навыки на 100% и оказывать населению необходимую помощь, нам было необходимо оборудование такого уровня. В новом онкологическом центре будут применяться новейшие методы лечения онкологических заболеваний, такие как трансплантация костного мозга и органов, соответствующие медицинским стандартам 21 века. А еще здесь одновременно 70 пациентов могут проходить химиотерапию, таргетную и иммунотерапию, а также получать общие поддерживающие и укрепляющие процедуры без необходимости госпитализации. В дальнейшем этот опыт будет распространен на все онкологические учреждения страны. Напомним, что введение амбулаторной химиотерапии позволило сократить затраты на лечение на 30%, что ежегодно экономит бюджету 33 миллиарда 802 миллиона сумм. Помимо обслуживания населения нашей страны, в центре созданы все условия для развития медицинского туризма, привлечения пациентов из зарубежных стран на диагностику и лечение. Центр оснащен современным оборудованием для диагностики онкологических заболеваний, таким как позитронно-эмиссионная томография, иммуногистохимия, а также ангиография, что позволяет обслуживать всех онкологических пациентов в стране за счет государственных средств. Мы очень долго ждали. Благодаря усилиям страны, благодаря вниманию президента к онкологии, к онкологической науке, он такой центр построили. Мы очень рады, что наши больные могут получать лечение в таких условиях. Впервые в нашей стране открыто отделение амбулаторной химиотерапии. Это уникальное отделение для стран Центрально-Азиатского региона. Впервые в Центральной Азии такое отделение построено. Оно организованное, оснащено по стандартам европейских и американских клиник, ведущих учреждений мира онкологических. Впервые наши пациенты в таких комфортабельных условиях получают лечение. Всё лечение занимает буквально 3-4 часа. Раньше для этого пациент должен был госпитализироваться на 3-4 дня. Сегодня он может в течение 3-4 часов получить лечение. Он может на таком функциональном кресле по своему желанию изменить положение тела, как ему удобно получить лечение. Может на планшете общаться со своими близкими, родственниками, смотреть видео. Точность и безопасность лечения контролирует специальное оборудование. Центр является воплощением тех задач и идей, которые президент озвучивал много раз на всех международных и внутриреспубликанских наших мероприятиях. И со встречи с медиками он всегда озвучивал эту тему, что онкологические больные должны лечиться у себя дома, в комфортабельных условиях, чтобы он не ездил за границу. Сейчас практически нужды в поездках за границу у пациентов нет. Все лечение они могут получать дома. Здесь ежегодно будет проводиться 6 тысяч высокотехнологичных операций. Онкохирургических, малоинвазивных, ангиохирургических, радиохирургических, нейрохирургических, реконструктивных, а также трансплантации костного мозга. В стационарных условиях, информировали президента, будут применяться высокоэффективные методы диагностики и лечения опухолей желудочно-кишечного тракта, женской репродуктивной системы, урологии, головы и шеи, нейрохирургии, опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы. Здесь жителям Ташкента и Ташкентской области будут оказывать бесплатные медицинские услуги без медицинского направления, а пациентам из других регионов на основе направлений. Такой роскошный комплекс с современным оборудованием, конечно же, требует соответствующего медицинского персонала. Президент тщательно продумал и этот аспект. Все врачи здесь прошли повышение квалификации за рубежом, в странах с развитыми системами здравоохранения. За последние 7 лет более 200 онкологов и радиологов стажировались в ведущих медицинских вузах и клиниках США, Южной Кореи, Германии, Франции, Италии, Японии, Китая, Турции, Индии, Чехии, России и Белоруссии за счет государственного бюджета. Сейчас они готовы оказывать высокотехнологичную помощь пациентам в этом ультрасовременном центре. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашему президенту. Благодаря создаваемым возможностям я смогла на грантовой основе получить образование в России, Корее, Германии и Австрии. Глава государства уделяет большое внимание здоровью женщин. Три года назад в нашей республике был внедрен мамаскрининг. Им охвачены более 1 миллиона 770 тысяч женщин. У 10 тысяч выявлены предраковые заболевания молочной железы. Ранняя диагностика позволила им полностью выздороветь. И теперь у них не будет развиваться эта онкологическая патология. В этом году у 750 женщин заболевания также выявлены на ранней стадии. Это означает шанс на выздоровление у них 80-90%. Им были проведены максимально шадящие операции с сохранением молочной железы. А это означает, в семью вернулась здоровая женщина. Снизился показатель инвалидизации. Открытие этого центра – большая радость. Как для врачей, так и для пациентов. Мы благодарны нашему президенту за такой подарок. Со стороны руководителя страны в сфере медицины уделяется большое внимание. Год за годом улучшается оказание медицинских услуг. Это видят и чувствуют не только медики, но и весь народ. Раньше, посещая иностранные медицинские учреждения, мы думали о том, когда и у нас появится такое высокотехнологичное оборудование. От имени всех представителей медицинской сферы я выражаю благодарность главе государства за то, что у нас появилась возможность применять свои навыки в таком современном учреждении. Малоинвазивные хирургические вмешательства позволяют качественно лечить пациентов. И при этом реабилизация занимает значительно меньше времени. Мы побывали во многих странах, изучали их условия. И могу сказать, что этот центр ничем не уступает лучшим зарубежным медицинским учреждениям. Это действительно хорошая новость. Ранее в Ташкенте было три онкологических учреждения. Новая структура объединила их в одном месте. В результате исчезла необходимость перемещения пациентов из одного учреждения в другое из-за нехватки диагностического и лечебного оборудования. Самое важное, кафедры, которые были расположены в этих трех учреждениях, объединены и создана единая учебно-методическая база. Еще одним удобством новой структуры является организация колл-центра с коротким номером 1303. Он станет важнейшей информационной точкой, отвечающей за все вопросы, связанные с онкологическими заболеваниями как для граждан нашей страны, так и для иностранных. И будет способствовать популяризации и расширению возможностей онкологической системы страны. Открытие этого центра является ярким примером особого внимания президента к здравоохранению и заботы о здоровье людей.